Привет всем, привет всем, с вами Лига Мюзик Варс и вот ровно месяц, ровно месяц прошел с того момента, как мы сделали видео о резиденции. Давайте подведем итоги. Итак, слези тех, кто посмотрел это видео, среди тех, кто хотел нам помочь, оказался всего один человек. Всего один человек откликнулся на призыв. Всего один человек прислал мне ответ от техподдержки в личку в ВК, как я и просил. Всего один человек, видимо, неравнодушен к этой игре и, видимо, ему интересно еще улучшение. Все остальные игроки не стали писать мне, либо не писали вообще в техподдержку, я просто не понимаю. Как я уже когда-то в свое время говорил, ребят, я один об стенку биться не буду. Если вы не будете участвовать, я не буду ничего делать. Так что в дальнейшем, ребята, в связи с вашей высокой активностью, с высокой, ну так скажем, долей вероятности, что вы напишите, я рассчитывал на более большой эффект. Но не получив должного эффекта вообще как такового, я написал в техподдержку, мне сказали, что мы ждали, что вы напишем. В общем, сейчас я текст зачитаю, но смысл состоял как раз в том, что я не вижу от вас фидбэка, в общем. Я не вижу того, что должно быть в игровом сообществе. Понимаете, многие игроки, допустим, в той же Dota 2 добивались нерфа каких-то определенных героев, добивались какой-то улучшения механики игры. В CS GO та же самая была карта переделана, да, вот, ну, причем игровое сообщество вставало как бы серьезно на защиту. Battlefield такая же система была, Star Wars, ну, это просто не все, короче, помню, где именно игроки после большого возмущения вносили какие-то изменения. Даже в World of Tanks, в который я играю, игроки отстояли, ребят, отстояли премиумные машины и некоторый их баланс. В общем, очень интересная вещь. Но, к сожалению, игра Music Wars, видимо, не относится к этой системе. Итак, давайте перейдем, я вам зачитаю, ну, небольшую вырезку, небольшую вырезку именно, получается, у меня из письма. Всю переписку я не буду вести, ну, то есть, там большое полотно, там несколько раз я переписывался. Я вкратце, ребят, вырезал моменты и, соответственно, из этой переписки вам просто продемонстрирую. Жалко, что, конечно, вы не участвовали, но большое спасибо у нас одному человеку. Ну, Алмаз, большое спасибо тебе за то, что написал в техподдержку, это первое. И второе, большое спасибо, что написал мне в личку, потому что, ну, мне нужно было знать именно, какие ответы будут у людей, получается, ну, в техподдержке. Какой текст им зададут? Ну, вот, короче, посмотрел, что текст, ну, более-менее стандартный хотя бы в одном, но мне нужно было еще, ну, текстов 5-10, но я их не дождался, короче, вот. Ругаться я, ну, не буду по этому поводу, ну, и, соответственно, бомбить будете, сразу бомбите, ребят, в администрацию. То есть, до меня вообще не докапывайтесь с этими вопросами, что, типа, Сережа, давай что-нибудь решим. Вы ничего не хотите решать, вот, как бы, вот так. Итак, вот, после того, как, короче, все прошло, вот, давайте я вам зачитаю. Допустимый потолок, который способны поддерживать группы в данный момент, это 16 этажей. И это очень толстые группы. 17 это уже проседание по каким-либо комнатам, даже в топовых составах. То есть, если группа ставит 17 этаж, то поломки, на которые рассчитана механика игры, приведут их к тому, что они не смогут чинить эти этажи, либо придется вкидывать очень много, либо звезд, либо денег, ну, не знаю, вот, короче, вот такие проблемы. Сейчас все ориентируются на первые топовые группы, которые хотят 16-17 этажи. При этом, более мелкие группы не имеют этажи. Максимальный этаж, как я уже говорил, это 15-й, то есть, это потолок. Даже, ну, многие даже 15-й поставить не могут, потому что, если он ломается, то все. Группа ничего сделать не может. Если вводятся какие-то скидки или плюшки для починки, они будут для всех. И снова срабатывает тот же самый эффект. Более слабые группы сможет пользоваться ими в наименьшей степени, извлекая из этого наименьший профиль. А тем более сильные, максимальные. Группы поменьше смогут построить заветные 16-17 этажи. То есть, соответственно, попробуют, по крайней мере, даже по поломкам, которые сейчас, ну, имею в виду, есть, их уменьшат, сделать 16-17 этаж. Но, однако, топовые группы начнут застраивать выше, и они пойдут на 19-20 этажи, да, то есть, ну, вот в таком духе. В любом случае, будут недовольствия, и вряд ли это что изменит. Так что, все кажется самое лучшее. Не строить высокие этажи и поддерживать резиденцию, пусть более низкую и невысокую. Ну, вот небольшая вырезка из, короче, получается, вот примерно каждое отдельное из них. Это, ну, какие-то отдельные ответы от наших гейммастеров. Ну, я еще раз говорю, я очень сильно недоволен, ну, имею в виду, тем моментом, что вы не стали участвовать в этом, что вы не стали писать в техподдержку. Еще раз говорю, ребят, не пишите мне, если какие-то проблемы у вас где-то будут, соответственно, и вас что-то бесит в этой игре, сразу пишите в техподдержку. Потому что, насколько я понял, помогать, как бы, ну, когда собирать количество народа, знаете, типа флешмобов, вы не хотите. Вы не хотите участвовать в этой игре. Вы хотите, чтобы кто-то за вас все сделал. Никто за вас ничего делать никогда не будет. Запомните. Удачи. Т.Горелова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Повсюг Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...